Вы знаете, что касается Калининграда, название моста я уже сказал, как люди назовут, пускай так и будет, можно даже провести какой-то опрос, референдум, но важно, чтобы он был. А как его назвать, это уже дело важное, но все-таки второе. Прижилось уже какое-то название, прижилось название Керченский мост, пусть так и будет. В Калининграде свои вопросы, которые подлежат решению в первую очередь, и это энергетический вопрос, энергетической независимости, самодостаточности. Это очень важный вопрос, связанный со строительством наших отношений, в том числе с Европейским Союзом. В Европейском Союзе принято решение о том, что страны Прибалтики должны войти в их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы, проблемы с энергоснабжением Калининграда. Требует от нас дополнительных финансовых ресурсов для того, чтобы выстроить новое кольцо и включить Калининград в это кольцо. Я, честно говоря, не понимаю, зачем это делается, имея в виду, что и так никаких проблем ведь нет в энергоснабжении стран Прибалтики. Все работает, работает хорошо. Нам все время наши европейские партнеры говорят о том, что нужно сближаться, нужно искать области для сближения. А здесь, наоборот, без всяких видимых причин разрывают отношения в данном случае в очень чувствительной и важной энергетической сфере. Но мы решим проблему устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда. Вы знаете, что планируются поставки сжиженного природного газа, строительство электростанций соответствующих, не исключено использование малых ядерных электростанций, которые производятся в России. Вот это один из ключевых вопросов развития Калининграда для создания и задела, энергетического задела с точки зрения роста экономики. Второй вопрос – это дорожное строительство и вообще инфраструктура. Там много текущих проблем, которые подлежают решению. Вот две из них я назвал, есть и другие. Но самое главное, что мы должны обеспечить, это, безусловно, использование возможностей Калининграда, выдвинутого максимально близко к нашим европейским партнерам, не выпадение его из общего экономического контекста в плане тех преференций, которые Калининград имеет в сфере экономики, имею в виду. Имея в виду в недавнем прошлом льготы режима свободной зоны, и то, что сейчас пришло на замену этим льготам, имея в виду поддержку из федерального бюджета, нужно все это синхронизировать с тем, чтобы Калининград развивался на естественной базе, не подрывая промышленного производства и решения социальных вопросов. Кстати говоря, по Крыму, одна из проблем Крыма – это энергоснабжение. Хочу вас проинформировать, что Черноморнефтегаз закончил работу по присоединению Крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие 2-3 дня мы объявим о том, что работы завершены, и началась подача российского газа в Крым. Это означает, что уже сегодня, кстати, на пике нагрузок, особенно зимой, Крым потребляет 1200-1300 мегаватт. 800 мегаватт из них раньше обеспечивалось подачей электроэнергии из Украины. Сегодня собственная генерация составляет вот эти где-то 1000-1100, плюс мы добавили туда переносные, передвижные электростанции, получилось где-то как раз под 1300. Но после того, как газ придет, а он придет туда, повторяю, уже в течение ближайших 2-3 дней, российский газ большой, значит, после этого начнется строительство двух электростанций в Крыму, обе мощностью по 470 мегаватт. Это будет означать, что общая генерация составит около 2000 мегаватт, где-то 1950-1900. Если пиковое потребление 1100-1200, то, как мы видим, задел дополнительный для развития экономики Крыма составит примерно 800 мегаватт. Это очень серьезный задел для развития экономики, производства, сельского хозяйства, рекреационной сферы, туризма, то есть строительства новых гостиниц, отелей и так далее, развития инфраструктуры. Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в самое ближайшее время.